Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва плотины Каховской ГЭС уже составляет более полутора миллиардов евро. Такие данные привел глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокутин. А частичное восстановление сельскохозяйственных земель в ряде областей после затопления будет стоить около 4,5 миллиардов евро. Эти цифры озвучил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. По его данным, для восстановления земель придется вложить по 2-3 тысячи евро в гектар. Только в Херсонской области потеряно 550-600 тысяч гектаров урожаемых земель. С учетом территорий Днепропетровской и Запорожской области, эта цифра увеличится до полутора миллионов гектаров. Что касается правого берега, который подконтролен украинской армией, там все, кто нуждался в эвакуации, эвакуированные, на сегодняшний момент просто наблюдают, что происходит дальше. Потому что там вода начала уже сходить. Понятное дело, что остается где-то ил, остаются какие-то свои, но просто наблюдают. На сегодняшний момент там пока никто ничего не делает. Потому что надо дождаться, когда вода сойдет, тогда будет понятно, что произойдет, какие будут водные перепады, где будет вода, где не будет вода, где пересохнет. В частности, на сегодняшний момент больше всего обсуждают организацию водоснабжения тех городов, которые раньше снабжались за счет Каховского моря. Потому что, как вы сами понимаете, водозабор тогда был рассчитан на море. Теперь море ушло, соответственно, надо очень оперативно строить новые скважины или прокладывать новые водопроводы, потому что просто не хватает воды. Каховская оригационная система крупнейшая в Европе и одна из крупнейших в мире. Она обеспечивала водой более 250 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. А юг Украины может эффективно работать только при наличии оросительных систем. Так, по имеющимся данным, Херсон потерял 92% оросительных систем. Запорожская область – 70%, а Николаевская область – до 30% источников воды и оросительных систем. В ООН уверены, что разрушение дамбы Каховской ГЭС создает угрозу продовольственной безопасности во всем мире. По словам замгенсека ООН, по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, цены на продукты обязательно увеличатся. Кроме того, техногенная катастрофа грозит проблемами с доступом к питьевой воде для сотен тысяч человек. На сегодняшний момент критической ситуации, чтобы полностью отключили воду в крупных украинских городах, которые прилегают к бывшему Каховскому морю, такого нет. Есть перебои с водой, да, действительно, но решается. Сейчас просто наблюдает, потому что нет однозначного мнения, как поменяет вода русло. Потому что, вы сами понимаете, теперь будет как бы новое русло Днепра, какое оно будет, можно только предвидеть. А какое будет окончательно, посмотрим.